Привет, друзья! Кажись, пришло время обсудить все то, что на текущий момент известно о грядущем Galaxy S10. Мне кажется, вы зацените тот материал, который я для вас подготовил, поэтому приятного просмотра! Следующее детище от корейцев обзаведется долгожданным сканером отпечатков пальцев в экране. Вот почему они не вставили эту новинку в свой Galaxy S9. Все потому, что хотели допилить данную технологию от Qualcomm и представить миру гораздо более продвинутое решение по сравнению с тем, которое предлагает, например, бренд Vivo. У них датчик оптический. У Samsung этот самый экранный сканер отпечатков пальцев сделают ультразвуковым, который предоставит более высокую точность по сравнению с оптическим. Также, за большой долей вероятности, S10 станет первым смартфоном, где должна быть реализована поддержка мобильных сетей пятого поколения, то есть 5G. На 5G максимальное значение скорости передачи данных составляет 20 Гбит в секунду. Вы только представьте, в 20 раз превышает спецификации сетей 4G LTE, которые обеспечивают обмен данными на скорости до 1 Гбит в секунду. С таким интернетом полноразмерные HD-фильмы можно закачивать за считанные секунды. Следовательно, не просто так у них стоит в планах вставить туда мощнейший процессор Exynos 9820, которому приписывают один из первых в мире модемов 5G. Более того, данный проц на порядок мощнее Exynos 9810, какой стоит в нынешнем S9. Ребята, скачивайте себе на телефон приложение Joom по ссылкам в описании и начинайте покупать крутые товары по нереально низким ценам. Там скидки до 90%. К тому же бесплатная доставка. Так что вперед за покупками. Встроенная память изделия будет оснащена самым быстрым на сегодняшний день интерфейсом UFS 3.0. Интерфейс UFS 3.0 в два раза превосходит своего предшественника UFS 2.1. Кроме всего прочего, не исключено появление в нем высокоскоростной оперативной памяти LP-DDR5, призванной снизить потребляемую энергию на 15% и примерно на 10% повысить производительность. Есть большие надежды на появление в мобилке экрана, излучающего звук. На одной из выставок уже даже успели показать концепт этой технологии. Сенсорная панель аппарата начнет использовать вибрации и проводимость костей для передачи звука. Подобными решениями компания хочет без особых затрат отказаться от традиционного разговорного динамика в верхней части девайса. Экранный сканер отпечатков пальцев и экран, способный излучать звук, свидетельствуют о почти безрамочном OLED-дисплее, занимающем всего лишь 93% передней панели. Мало того, новый экран будет с плотностью пикселей свыше 600 пикселей на дюйм. Этим самым они смогут достичь более высокой разрешения при таких же размерах экрана, как у существующих Galaxy S9 и S9+. Samsung возьмет пример с Huawei, да обеспечит свое произведение тройной задней камерой. Благодаря данному новшеству, мобила сможет делать отличные снимки при плохом освещении, станет еще лучше размывать задний фон на фото, вдобавок появится поддержка пятикратного оптического зума без видимой потери качества. Выход новинки запланирован на январь 2019 года. Ребята, которые в настоящее время подумывают над покупкой S9 или S9+, я думаю, вам стоит повременить. Вы же увидели, каким монстром должен быть S10. Согласны, не согласны со мной? В любом случае, отпишитесь в комментариях. Подписывайтесь, чтоб ничего не пропустить. С вами был я, Алекс Геч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok